И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему дню космонавтики, сегодня мы выполним наши ежедневные заданочки и сегодня у нас уже начало второго дня, попробуем сразу же походить в нашем замечательном ивентике, но для этого мне надо еще доставить один флажочек и нанести 130 тысяч урона, что мы сейчас за довольно короткий промежуток времени постараемся сделать и тогда сумеем начать нашу мини-игру и пройти два ходика первых в нашем замечательном космическом ивенте, поэтому я надеюсь, что этот ивент станет для меня лично чем-то новым, чем-то интересным и возможно сумею получить долгожданный модуль броненосца, но для этого надо будет, конечно, еще очень-очень много попотеть, половить энергию, поформить ее, да, и пока что, наверное, рано там говорить о том, что реально-то ли ее получить, нереально получить, для этого нужно просто пока что выполнять ежедневные заданки, пармить непосредственно энергию, ну и на ивентах уже стараться ее ловить с контейнеров, ой, контейнеров, говорю, с голдов, да, то есть, когда будет повышенное выпадение золотых ящиков, то уже будет возможность ее ловить непосредственно в каточках. Ну а сегодня у нас будут, можно так сказать, первые испытания, просмотры, если вам это зайдет, если вам это интересно, то напишите в комментариях, чтобы мы старались на постоянной основе проходить в нашем космическом ивенте, пока что я, если честно, делаю большой акцент на свой бездонат аккаунт, потому что пока что у нас нету никаких ивентов, есть смысл в быстром прохождении там, чтобы потом, когда будут уже ДМ-режимы, когда будут выходные с повышенными золотыми ящиками, на которых можно будет уже фармить как раз-таки энергию, чтобы у меня уже была возможность ловить ее там, и я не думал о том, что мне надо еще выполнить заданки на бездонате, надо еще там что-то заформить, то есть у меня будет быстрая возможность сразу же проходить все это дело на основе, поэтому пока что я делаю акцент на бездоната, возможно даже сразу, как только выполню те заданки кита, флаг сервера, какой-то очень плохой произошел, и флаг скинулся, печально, 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 ну ладно, ничего страшного, хорошо, мне как раз нужно было доставить один флаг, я попросил, чтобы ребята меня сейчас скинули его, чтобы я точно его доставил, и мне надо еще за эту катку 130 тысяч урона, надеюсь, что я успею их наколотить, чтобы мы не играли еще один бой, но в принципе, если надо будет, то еще одну каточку сможем сыграть, сможем заформить ее тоже. Ну и после того, как я уже выполню все миссии на своем бездонат аккаунте, тогда уже мы сможем приступить к основе, на выходных я надеюсь, что я успею выполнить и все супермиссии, и тогда, может быть, когда уже все пройдем, сразу же сходу возьмем и запишем видос с прохождением этих уровней. Но если вам, конечно, интересно, то мы можем даже сделать все намного быстрее, и уже как только у нас, например, будет появляться какая-то энергия за один день, например, там за один день я выполню какую-то одну заданку с супермиссией, там мне дадут, например, 40 энергий, если вам интересно, то я могу, в принципе, и сразу же сходу тратить эту энергию и проходить. То есть у нас тогда будет больше видеороликов, посвященных этому космическому ивенту, и мы уже сможем более детально видеть наш прогресс, да, и, может быть, там уже как бы фиксировать определенные моменты, понимать, сколько ходов нужно, например, для того, чтобы дойти до определенных точек, ну и смотреть на мое везение. Я думаю, что мне, как и во всех других ивентах, особо сильно везти не будет, но если даже будет какая-нибудь такая средняя проходимость, это уже будет неплохо, и уже как бы будет отличная возможность попытаться, попытаться как минимум дойти до самого броненосца. Все-таки для меня лично в этом ивенте, вас посмок о легосе, конечно, это круто, но нужно делать акцент непосредственно на броненосца и стараться до него дойти. Да, это будет сложно, да, на это требуется довольно много энергии и шансов, ну я бы сказал, что дойти, наверное, не так много. Многие ребята просто говорят, что типа, не спрашивают, да, то есть реально дойти без доната, нереально. Я более чем уверен, что без доната дойти до броника невозможно, ну невозможно, да, то есть, ну может быть единицы, которые будут очень много ловить этой энергии и играть на постоянной основе в игре, может быть смогут дойти до броника, да. А так, в общем и целом, я как игрок, который не так много играет, я думаю, что я точно без доната вряд ли смогу дойти. Постараемся, конечно, попробуем, может быть, может быть, что-то у нас в этом плане получится, но вероятность, честно говоря, не такая большая. Так, я сейчас быстро чекну, выполнил ли я все заданки, нет, у меня остался еще урончик, поэтому я быстро ливаю с группы и давайте, наверное, что-нибудь возьму по типу страйкера, потому что рельсой в соло, когда вы играете, напростреливать, ну, наверное, довольно-таки тяжело, поэтому я сейчас быстро, да, даже можно с кризисом, наверное, ну ладно, давайте не с кризисом, бустера возьмем, наверное, 50 тысяч урона, потом быстро в карточку запикиваемся, да, в любую, куда кинет, туда кинет, быстро попытаемся набускать 50 тысяч урона, и я уже открою сразу же сайт игры, я в нем еще, мне кажется, даже не авторизовался, либо авторизовался, сейчас посмотрим, у нас до конца ивента еще 26 дней, если считать сегодняшний день, то есть ивент максимально долгий, да, то есть это самый длинный ивент по времени, который был у нас когда-либо, но и по сложности этот ивент тоже один из самых сложных, ну, можно даже сказать самый сложный, да, то есть здесь, что касаемо халявы, то никакой такой супер халявы нету, да, но есть возможность зафармить броник, да, есть возможность зафармить кризис, есть возможность поднять вас по смоку легоси, при том, что вас по смоку легоси, мне кажется, что даже можно поднять, если выполнить все супер миссии, и вам повезет, да, То есть, вы можете даже до нее дойти. То есть, условно, на своем бездонат-аккаунте у меня чисто в теории есть шанс дойти до вас по смоке. Да, и это, ну, если реально я ее получу, то это очень круто. Прямо реально круто. То, что ты за счет заданок ежедневных и супермиссий можешь дойти до легоси скинов. Да, при этом ты ничего не тратишь. То есть, тебе даже не найдены какие-то боевые пропуски. Тебе не найдены какие-то звезды, да. То есть, тебе надо просто выполнить супермиссии и выполнять на постоянной основе ежедневные заданки. И у тебя будет возможность забрать легоси скины. Ну, и плюс четвертый модуль. Четвертый модуль это вообще просто имбища. Это очень круто, что четвертый модуль с такого ивента можно приподнять себе в гаражик. Поэтому посмотрим, конечно, как это все дело будет идти у нас по ивенту. Но, если все сложится, то это будет, конечно, очень и очень круто. Так, ну а по катке что у нас здесь? Мне надо было 50 тысяч урона. 50 тысяч урона это, наверное, где-то около 10-15 киллов. Если давать урон только по танкам, которые я уничтожаю. А если не только, которые уничтожаю, то и того должно быть, по идее, меньше. Так, ну, в принципе, давайте доиграем до первой оверки. Постараемся на ней раздать ее грамотно. И нам, по идее, тогда должно будет хватать. По идее, должно будет хватать. Ну, чтоб наверняка, чтоб я сейчас еще раз не перепикивал. Чтоб еще раз не перезаходил, не выполнял. А то у меня, знаете, бывают такие моменты, когда мне кажется, что уже вроде как я все выполнил. Можно уже выходить с боя, потом выходишь и такой оп, смотришь, а у тебя не выполнено. И ты такой думаешь, блин, ну а че я чуть-чуть больше, например, не дал, да? Можно было чуть больше дать и 100% выполнить, да? Поэтому давайте лучше чуть-чуть больше побуткаем, чтоб наверняка все у нас было готово. Ну и можно было бы вообще сейчас овердрайв где-нибудь раздать, постараться. А то этого овердрайва еще киллов наделать. Желательно было бы, конечно, подъехать к вражескому спауну, чтобы эти криты залетели сразу с хорошим уроном и точно по противнику. И желательно как можно больше еще противников зацепить. Тогда будет вообще шикарно. Шикарно. Так, рельса мне очень хорошая залетает с поджогом. Ну, рельс пьет меня, конечно. Но по урону уже неплохо. По урону уже где-то 1040 точно есть. Я вот говорил уже на стримах о том, что было бы очень неплохо, если бы у нас бы появился в табе урон, да? То есть, чтобы вы, играя в бою, знали, сколько вы урона нанесли. Ведь заданка есть на урон, а сколько ты от нее сделал, ты не знаешь. Да? Потому что у тебя не показывается нигде урон. Например, очки, если у тебя есть, есть киллы, ты же все это видишь, ты же знаешь, сколько ты набил. А урона нет. То есть, в таб добавить урон, как по мне, это, ну, наверное, несложно. Это можно было бы сделать. И, как по мне, урон это тот показатель, который намного даже важнее, чем ваши набранные очки бывают. Да? То есть, бывают бои, где реально твой показатель по нанесенному урону будет очень-очень сильно показывать твой уровень игры, нежели твои набранные очки в целом. Да? То есть, твои очки, это просто могут быть добитые киллы, которые ты, по сути, там, особо не наносил даже урон. А вот, как раз-таки, нанесенный урон, это уже показатель твоего конкретного вклада в бой. Да? Например, вот в такой-то ДМке урон здесь намного важнее, чем количество киллов, которые ты сделал. Потому что добить фракта может любой. Так, ну все. Я надеюсь, что у меня готово. Надеюсь, что мне хватает. Офигеть. Победитель по жизни. Просто Иван победитель по жизни. Здравствуйте. Пять тысяч досталось. Пять тысяч. Вот пять тысяч не хватило. Офигеть. Вот это я, конечно, чисто залетел по красоте. Так, и почему-то у меня, кстати... А, вот, заработало. Только там еще пока что у меня показывает 12 энергии. Потому что я еще не забрал. Так, меня жагу пикает. Ну, нафиг. Не хочу джиггернаута забирать. Мне же надо просто пить тысяч урона. Раз тычка. Два тычка. Три тычка. И четыре тычка. По идее, хватает. Но я на всякий случай стрельну еще разочек. Вот сейчас точно хватает. Так. Ну что, забираем. Забираем наши ежедневные заданки. Были ребята, кстати, которые говорили, что еще могут быть в недельных заданках. Энергия. Но я, в принципе, был уверен, что ее там не будет. По заданкам в целом у меня на основе ситуация такая. Это ситуация после двух дней выполненных ежедневных заданок. Больше кроме ежедневных выполненных заданок я здесь не играл. Но, в принципе, я думаю, что за выходные эти все супермиссии можно будет спокойно выполнить. Может, даже в первые дни. Да, ну, а пока просто на ежедневных миссиях будем забирать. И стараться на бездонате, соответственно, по большей части продвигаться. Так, я сейчас быстренько включаю захват экранчика. Так, и мы попадаем на мини-игру. Может быть, даже немножко тут надо чуть-чуть вебочку. Оп, вот так сделать. Да, чтобы вам всем было видно. Ну и у нас 24 энергии. Первые шаги, ребяточки. Первые шаги. Бэм. Бэмчик. Ух. Сразу же красочка сюда. Понял. Вот это звук. Нифига себе метеорит конкретный. Ну, летит жестко. Летит жестко. А как дальше? А, дальше сюда, да, типа? Ага. Бустаем. И... Фууу. Короче, плюс 2 тушанул. Тушанул плюс 2. Тушанул плюс 2. И что получил? А, не показывается, что получил? Там было написано 500. 500. А, вот. Здесь, короче, будет все показываться. Понял. Ну, короче, как всегда. Пятьсотку кристаллов тушанул. Нормально. Так. До первого чекпоинта. Ну, как бы до второго чекпоинта. Ну, можно сказать, до первой ачивки надо 23 хода сделать. 23 ходика. И у нас за эти 23 ходика есть 3 метеоритных планеты, на которых вас может буснуть на минус 5. На 8, на 14 и на 20 соответственно. Но шанс того, что вас откинет 50%. Да, то есть вас может отсюда и не откинуть. И если вас будет постоянно плюсовать по плюс 1, то тогда вам надо до первой планеты 230 энергии, чтобы сделать 23 хода. Но это плюс еще, если вас будет кидать только по плюс 1. Вас еще может бросать на плюс 2, может бросать на плюс 3. Не знаю, насколько часто, конечно. Это кидается, но шанс такой есть. Так, и у нас награда на ближайшем чекпоинте. 10 ядерок и еще один слот. Прикольно. Прикольно. 10 ядерок, в принципе, лишних для меня точно не будут. Они мне явно пригодятся. Так, дальше у нас по чекпоинту у вас пасмака. И дальше кризис броненосец. Прикольно, прикольно, прикольно. Что я могу сказать? Прикольно. Будем стараться продвигаться. Если вам это интересно, то, конечно же, не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Дорога не пропускать новые видеоролики. Ну и напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы видеть обзоры ежедневных моих прохождений данного ивента, либо же накапливать какую-то определенную уже большую сумму энергии и тогда уже делать шаги по этому ивенту. Либо же мы можем вместе с вами на протяжении каждого дня, либо через день уже двигаться и стараться лететь за бабосиком по красоте. Поэтому как-то так. Ну и также, друзья, не забывайте про замечательный тег создателя контента, который находится в настроечках игры в аккаунте. Мой личный тег создателя контента, который вы здесь можете установить, это вот так вот нажать хоп-хоп и ставите тег Team P. И если вы производите покупочку в магазине, например, танкойнов, либо премочки, либо спецпаков за деньги реальные, то вы меня, соответственно, поддерживаете и имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч танкойнов и на 2 миллиона кристаллов. В описании есть ссылочка на форму, которую нужно заполнить и, соответственно, принять участие. Итоги у нас, к слову, уже будут буквально через 15 дней в конце этого замечательного месяца. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.